Большое совещание с участием руководителей федеральных служб, краевых министерств и ведомств прошло в администрации Краснодарского края. По видеосвязи в ней приняли участие главы всех районов Кубани. Ключевые вопросы – доступность и безопасность детского отдыха. Губернатор предоставил слово главе города-курорта Анапа Сергею Сергееву. Организация детского оздоровления в городе-курорте Анапа включает в себя две составляющие. Первая – это организация в летний период отдых детей, проживающих на территории города-курорта. Ну и вторая составляющая – это организация отдыха приезжающих к нам в здравнице детей для оздоровления. Вот докладываю, Александр Николаевич, в первом квартале этого года в здравницах уже отдохнули 9815 детей. Большинство из них – жители Краснодарского края, это 6032 ребенка. Ну и, к сожалению, как вы уже отметили, около 4000 только детей из других регионов Российской Федерации. Средняя стоимость отдыха и оздоровления одного маленького отдыхающего в прошлом году составила 8334 рубля, при среднекраевом показателе – 1729 рублей, с учетом благотворительных путевок. В 2013 году планируется тратить на одного ребенка порядка 9000 рублей. Это вызвало одобрение со стороны губернатора. Поэтому он поставил задачу перед всеми главами – денег на оздоровление детей Кубани не жалеть. Этим летом за каждым детским оздоровительным лагерем будет закреплен врач-педиатр детской городской больницы. В летнее время будут работать бригады скорой помощи дополнительной и согласован приезд на берегу на народу 39 медиков из различных регионов Российской Федерации, которые уже работали в летний период на территории города-курорта. Кроме этого, в детской поликлинике запланировано открытие второго приемного отделения для детей, пребывающих на отдых. Но я думаю, что оно при правильной постановке нашей работы, оно не очень будет востребовано – это второе приемное отделение. На организацию занятости, отдыха в Анапе и оздоровления анапских детей в рамках муниципальной программы «Дети Анапы» в 2013 году выделено более 9 миллионов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Также планируется привлечение еще порядка 30 миллионов рублей в небюджетных средств. Ежедневно в Анапе на протяжении всего лета будет организована работа на 120-летних дворовых площадках по месту жительства. При клубных учреждениях культуры будут работать 28-летних досуговых площадок. Я думаю, что вот те мероприятия, которые мы наметили и провели, и будем проводить, позволят нам не допустить чрезвычайных ситуаций и на высоком уровне организовать отдых наших гостей. Спасибо, Сергей Владимирович, для вас это пятый сезон, большие испытания для вашей команды. Я вообще хочу, чтобы все пошло на помощь. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион.